Я приветствую всех зрителей и всех прекрасных зрительниц, которые решили посмотреть это видео. Сегодня мы посмотрим на самые скандальные костюмы фигуристов, которые своими нарядами умудрились оскорбить культуры целых отдельных народов. По-научному такое явление называют культурной апроприацией. Это когда ради развлекательных целей берется и используется какой-то элемент чужой культуры, а сами представители этой культуры расценивают это как неуместное, неуважительное и даже оскорбительное по отношению к ним действия. Давайте начнем с одного из самых ярких так называемых культурных апроприаций. В 2010 году на чемпионате Европы в парных танцах на льду наши российские спортсмены Оксана Домнина и Максим Шабалин продемонстрировали забавный, как они сами назвали, танец аборигенов. В данном случае европейцы попытались продемонстрировать коренное население Австралии глупыми, неотесанными, настоящими дикарями еще до периода колонизации. Такой вот комизм через угнетение самим австралийцам очень даже не понравился и многих довел до скандала. Далее мы посмотрим на программу под одну музыку, с которой никаких проблем раньше вообще не было, это саундтрек к мультфильму Покахонтас, под которую решила выступить американская фигуристка китайского происхождения Мишель Кван. Этот ее показательный номер произошел в 1996 году, уже через год после выхода самого мультфильма. В то время всеми это было принято нормально, хотя на самом костюме фигуристки отчетливо были видны национальные индейские атрибуты. Для самих индейцев этот мультфильм с самого начала показался унижающим их национальное достоинство. А уж потом, по прошествии некоторого времени, дело дошло и до настоящих судебных разборок. Теперь перейдем к, наверное, одной из самых тяжелых и болезненных тем, которое очень трудно поддается любому анализу. Это тема Холокоста. Есть такой фильм, который называется «Список Шиндлера», он уже давно входит в так называемый «Золотой фонд фигурного катания». И в общем-то, если делать все строго по фильму, то ничего скандального быть не должно. Но были и те, кто решил привнести в это свой креатив. К примеру, очень спорный танец в 2009 году получился у наших тогда еще юниоров Елены Ильиных и Никиты Кацалапова. Фигуристка была в полосатой пижаме с порядковым номером, а ее партнер в строгом надзирающем костюме. В данном случае ребята попытались показать любовную историю, которая для некоторых особо ранимых лиц, она показалась слишком уничижительной и недопустимой. И это при том, что один из выступающих является в роли карателя, а другой в роли жертвы. Ну и в самом конце мы рассмотрим самое ошибочное и скандальное в этом плане выступление, которое исполнила японская фигуристка Сатока Мейхара. Все дело в том, что во времена Второй мировой войны Япония подписала Берлинский пакт и по сути была далеко не защитником еврейского народа. И вот после таких вот исторических событий, в 2019 году на турнире Japan Open, Сатока решает выступить с программой под музыку из списка Шиндлера. И это было бы наверное не так скандально и печально, если бы не ее первоначальный костюм, в котором выходила фигуристка. У нее тогда на всю спину из лент была составлена звезда Давида. Потом конечно же видеозапись того выступления с тем ее скандальным костюмом уже давно отовсюду поудаляли. Ведь тогда сразу после ее выступления во всех социальных сетях поднялся огромный шум, в котором фигуристку ругали и покрывали всеми словами радуги. В этом видео мы уже смотрим на отредактированный вариант костюма из того обруганного многими выступления, уже без той самой злополучной звезды Давида.